Всем добрый день. Пару вопросов, точнее пару ответов на вопросы о BG30. Выступающим черным поясом, спортсменом, тренером, руководителем и так далее и тому подобное достаточно сложно быть. Я думаю, это не только в России, поэтому если говорить, что это все влияет на выступление, да, влияет, но в принципе практически у всех одна и та же история. Каждый черный пояс тренируется, выступает, да, и у каждого из них есть какие-то жизненные факторы, которые влияют на формирование его как либо тренера, либо спортсмена. Если это удается, он совмещает это все. Ну и, соответственно, у меня это получается вот так. Спасибо Всевышнему за то, что у меня хотя бы так получается. Если у меня ребята тренируются и у нас полный зал, я вижу, что получается и тренировать, выступать. Это тоже иногда получается, иногда не получается, поэтому мы все равно двигаемся вперед и выступаем. По поводу нагрузки, ответственности какой-то. В принципе, ну, как я уже говорил, достаточно стало проще, легче относиться к этому, потому что, опять же, иногда получается нормально подготовиться к турниру, иногда не получается. Вот, следуют какие-то травмы, как у всех. Я выхожу на замену Майклу Ванге, который получил травму. Ну, сразу, соответственно, как предложение поступило от ребят из ICB. Ну, я не стал долго думать. Посоветовался, как обычно, со старшим братом. Ну, и самое главное было для меня, чтобы старший брат, отец одобрили мое выступление. Ну, и началась опять подготовка, хотя собрался немножко передохнуть, но отдых нам только снится, а делаем мы только борьбу. Вот, и, соответственно, ребята все тоже готовятся на чемпионат мира по Абудабе, еще на различные турниры международные и российские. Ну, по поводу моего соперника в ICB, в принципе, я об этом всегда говорю, что в ICB нету слабых борцов. Все борцы сильные, все борцы титулованные. Ну, и, соответственно, у нас есть возможность тоже пробовать свои силы. Вот, и спасибо, что руководство ICB подтягивает ребят, наших российских джинсеров, грэпплеров, для того, чтобы мы могли показывать то, что мы умеем. Ну, по поводу предыдущего выступления, ну, да, было непросто, может, психологически как-то не потянул, хотя даже не то, что не потянул, а как-то не так настроился на схватку, может, как-то слишком легко начал, спокойно. На этот раз тоже, в принципе, геймплан практически тот же. К сожалению, в прошлый раз не получилось осуществить его. Но все равно делаем выводы, подтягиваю также стойку, дзюдо, потому что давно очень не занимался этим. В этом Загид Багаугинов помогает мне инструктор нашей академии. Ну, будем пробовать, будем стараться реализовывать то, что задумали, то, над чем работаем в зале. Вот, и увидимся на ковре ACB Казахстана, Алмата. Следите, болейте. Ну, ближайшие турниры, на самом деле, я пока не хотел, как сказать, выступать, потому что скопилось достаточно много травм, надо привести себя в порядок, какие-то там, ну, какие-то дела, дела по клубу. Поэтому приходится очень много дел делать самому. И хотел как раз летний период все структурировать, так сказать, систематизировать какие-то процессы, вот, наладить, сотрудничать там с ребятами, с многими. Вот, поэтому хотел отдохнуть и залечить травму. Вот, ну, и, соответственно, где-то с осени начать уже более полноценно, так сказать, бороться. Да, я слышал, что гимназиум открыла дивизион взрослых категории «Адалт». Ну, честно говоря, было бы интересно посмотреть на Криштиана Цистара. Вот, давно его не видел, давно не видел его опасный хавгард. Вот, было бы круто посмотреть. Вот, так, и на самом деле много ребят в России борются очень круто, очень интересные приемы, техники. У ребят со СКФО дурь, напор, да, с которыми нужно справляться, помимо того, что у них еще техники есть. Вот, и это очень бывает здорово смотреть, да, либо, там, московские джитсеры, которые утопают в суете городской, там, и в основном за счет техники, мне кажется, выигрывают больше. Вот, но, да, вот всякие разные противостояния, на самом деле, противостояния разных стилей, разных школ и так далее. То есть, ну, это здорово, что гимназиум открыл этот дивизион, будет интересно посмотреть. Насколько я знаю, мой друг Али Магомедов тоже зарегистрировался уже, то ли собирается. Вот, интересно на его спайдергард посмотреть, вот, и на его игру. Ну, ну, очень много ребят, на самом деле. Я надеюсь, что побольше ребят зарегистрируется, просто хочется, ну, посмотреть на сладких российских джитсеров чаще. Ну, на самом деле, гимназиум уже давно себя зарекомендовал как промоушен, так сказать, да, ну, какая-то лига, может, но детская, да, и сейчас получается, что они открыли дивизион Адалт, вот, посмотрим. В общем, гимназиум уже не первый турнир делает, поэтому, я думаю, они очень много опыта получают с каждым разом, и, я думаю, организация будет, ну, становиться все лучше и лучше. Ну, и, соответственно, много джитсеров будет заявляться и выступать. Будет интересно смотреть. Ну, по поводу пожеланий, рекомендаций, да, тренерам, которые боятся выступать, проигрывать, на самом деле, ну, это их выбор. Я считаю, что они тупо тормозят свой процесс развития. И, ну, на самом деле, все говорят и все знают, что когда ты проигрываешь, ты, на самом деле, больше научишься. Да, это хреново, конечно, когда ты часто проигрываешь. Вот, но все равно для меня, допустим, соревнования, это, ну, это какой-то новый пинок, так сказать, да, вперед, то есть какая-то мотивация, каждый турнир – это мотивация для тренировок. Ты приезжаешь в зал, ты заряжен на то, чтобы, блин, да, надо пахать, пахать. Вот, ты выигрываешь, ты проигрываешь, ты выигрываешь на тренировках, ты выигрываешь там в соревнованиях, проигрываешь там, там. Все это постоянно по-любому будет присутствовать. Если кто-то относится психологически тяжело, воспринимая поражение, ну, опять же, это какая-то слабость, мне кажется, наверное, вот, человеческого характера. Я, как бы, вообще абсолютно не парюсь, вот, я, наоборот, заряжен, каждое предложение там бороться, да, единственное, что тормозят, это травмы. Вместе с опытом копятся травмы, в душе я молодой всегда, вот, и единственное только вот, да, то, что они долго заживают, и все, там, месяц уже может и не хватать на то, чтобы какая-то травма залечилась. Ну, и выступайте, пацаны, получайте опыт, учите своих пацанов на своем опыте собственном. Это самая лучшая техника, это самые лучшие комбинации, когда вы на собственном опыте, получается у вас или не получается, вы это все тестите и потом передаете от себя своим ученикам, и они газуют, топят. Вот, соответственно, всем тренироваться, всем джил, всем на соревнованиях. Продолжение следует...